Вечером 28 июля Леонид Кучма прекратил свою работу в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Как заявил Зеленский, это было желание самого Кучмы. Вероятные причины, по которым второй президент решил покинуть трехстороннюю контактную группу, проанализировали журналисты независимых СМИ. Кучма уже второй раз оставляет трехстороннюю контактную группу. Первый раз это было в конце правления Порошенко в 2018 году, и его уход стал символом тупика, в который вошел минский процесс. Кучма вернулся вскоре после инаугурации Зеленского, как надежда, что из тупика можно выйти. С тех пор из него выйти попытались, но вскоре зашли снова. В то же время сейчас вроде какие-то небольшие шаги начали предприниматься. Перемирие, разговор Зеленского с Путиным. И вот на этом фоне Кучма вдруг снова уходит, пишет издание. В политических кругах обсуждается три основных версии его ухода. Первое – состояние здоровья. Леониду Даниловичу скоро исполнится 82 года. В таком возрасте ему действительно объективно трудно выполнять далеко не самую спокойную работу в трехсторонней контактной группе. Второе – Зеленский и Ермак хотят поставить во главе трехсторонней контактной группы своего человека. Очевидная альтернатива – резников. Хотя не исключено, что могут быть и более неожиданные фигуры. Есть и третья причина, которая выглядит, так сказать, маловероятной. Третьей возможной причиной ухода Кучмы могут быть попытки Зеленского якобы использовать минский процесс для своего пиара накануне местных выборов. Решение Кучмы – свидетельство того, что и он, и его влиятельный зять-олигарх Виктор Пинчук не хотят в этом участвовать, пишут журналисты. Команда Зеленского придумывает какие-то политтехнологические ходы, желая повысить свой рейтинг и обещает всем все и сразу, что вряд ли получится. А дед, опытный, не хочет оказаться крайним, заявил на правах анонимности один из знакомых Кучмы. Наиболее реалистичным из всех версий является второе предположение о замене Кучмы на Резникова. На это есть ряд объективных причин. Тот, кто уже стал и кому Кучма последние полгода передавал бразды правления – Алексей Резников. В последние месяцы у них было тесное сотрудничество, и Кучма даже еще до прихода Зеленского, еще при Порошенко, говорил, что он собирается уходить. Но оставался из-за того, что не было кого-то на замену. Тем более, что к этому пошел Марчук, заявил политолог Олег Саякин. Саякин отметил, что Резников присутствует в группе как переговорщик, а не украинский чиновник. «Все, с кем я общался, говорили, что Резников один из лучших в топ-3 переговорщиков Украины. И если посмотреть на ход переговоров, россиянам это не очень понравилось. Им туго, потому что Украина стала гораздо активнее в своем поведении. Это не только благодаря Резникову, но то, что сегодня в нем сходятся профессиональные навыки, и исходя из того, что Кучма сейчас уходит, он, очевидно, увидел, что Резников перехватил эстафету, сказал он. Экс-президент Леонид Кравчук, как и Леонид Кучма, не будет играть активной роли. Если назначит вице-премьера Алексея Резникова, он будет без затей проводить линию офиса президента Украины, заявил политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского, назвавшего Кравчука и Резникова возможными преемниками Кучмы на переговорах по Донбассу. Что касается Кравчука, то среди тех, кого принято называть прожженными политиками, умение Леонида Макаровича, что называется, бегать между капельками, стало хрестоматийным, отметил Золотарев. Мало найдется в Украине людей, обладающих столь богатым политическим опытом. Кравчук в большой политике еще со времен, когда он заведовал идеологическим отделом в Центральном комитете Компартии Украины. Плюс опыт президентства. Собственно, Кравчук никогда и не покидал украинскую политику. Президент Украины Владимир Зеленский назвал экс-президента Леонида Кравчука и вице-премьера Алексея Резникова кандидатами на должность полномочного представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Накануне экс-президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в группе. Вице-премьер Резников известен как весьма успешный адвокат, но пока его политический опыт не идет ни в какое сравнение с Кравчуком, отметил Золотарев. Резников очень часто делает банальные ошибки, как с точки зрения политики, так и с точки зрения интересов президентской команды. Из серии что на уме, то и на языке, отметил Золотарев. Чего стоит одна только его фраза «Мы не можем не отказаться от минских соглашений, не выполнить их». Или «Раз время выполнения минских соглашений стекло, значит, надо их пересматривать». Фактически Резников, как говорится, натягивает сову на глобус, то есть пытается применить свой адвокатский опыт к большой геополитике, поделился эксперт. В случае назначения Кравчука на должность представителя Киева в контактной группе по Донбассу, он, как и Кучма, не будет, на мой взгляд, играть активной роли, скорее будет пытаться сглаживать острые углы. А Резников, как мне кажется, будет банально и без особых затей проводить линию офиса президента Зеленского, заметил Золотарев. Президент Зеленский сообщил, что помимо Кравчука и Резникова рассматривается еще пара кандидатур. В ближайшие дни появится официальное подтверждение той или иной кандидатуры, добавил украинский лидер. В любом случае, все люди, о которых я вам рассказал, все равно будут в этой группе или советниками, или руководителями одного из направлений, или в целом руководителем группы. Киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение Кучмы уйти из контактной группы по Донбассу, подчеркнул, что экс-президент Украины таким образом дает возможность занять этот пост человеку, который активно выступает против компромисса в Донбассе. Отсидевший почти семь лет в одиночной камере соратника экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, бывший премьер и экс-глава МВД страны Ваномир Абишвили, который в Европейском суде по правам человека выиграл дело, касающееся его ареста в Грузии, в интервью рассказал, как победить коррупцию и где сложнее это сделать – в Грузии или в Украине. Напомним, Мирабишвили является бывшим членом партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которое правило на протяжении девяти лет до парламентских выборов 2012 года. Он был одним из первых, против кого новые власти Грузии выдвинули ряд обвинений. На вопрос журналистов о проведенной реформе МВД бывший политик рассказал, «Мне хотелось, чтобы полиция была хорошей и лучшей, но самая большая проблема для нас была, что вот другие реформы, например, экономическая, да? Есть какая-то практика, какие-то страны перешагнули из советской системы, например, в капиталистическую систему или реформу управления. К сожалению, такого факта, такого явления, как реформирование коррумпированной полиции в некоррумпированную не существует. Сейчас мир можно разбить на две части – все страны, где нет вообще или мало коррупции, и исторически создалось, что полиция более-менее не коррумпированная. И есть другие страны, которые никак не могут выйти из этого замкнутого круга. Если посмотреть постсоветские государства, практически надо сказать, что редко можно увидеть, что какая-то страна добилась такого успеха, как у нас в Грузии. Но у нас это получилось не потому, что я великий реформатор, а потому что все, кто был в руководстве страны, под руководством Саакашвили, вся команда, все министры и так далее были сосредоточены на решении этих вопросов. Потому что, когда я чем-то занимался, министр финансов, министр экологии или премьер-министр также радовались этой реформе, как и я сам. Они иногда больше меня знали какие-то детали насчет финансовых других проблем. И все радовались так же, как и я, потому что один министр, один человек не сможет провести какие-то серьезные реформы. Это была командная работа, и результат получился потом. Потому что потом же мы продолжили реформы и в других местах, в других отраслях, в других министерствах, в других направлениях. И всегда мы, знаете, как были как одна команда все радовались друг за друга для меня никакой разницы не было например упростили мы получение прав или оформление автомобилей кстати где-то в 2000 нам в 2000 раз вырос экспорт машин в грузии в соседние государства в 2000 раз потому что мы упростили ввоз и вывоз автомобилей в течение 15 минут можно было оформить машину и любой гражданин азербайджана армении казахстана вместо того чтобы как раньше вторичные машины покупать в дубае они стали покупать в двелисе оборот этой отрасли был где-то 2 миллиарда долларов а после этого получилась реформа таможни дома юстиции для меня офис полиции или офис министерства юстиции были родные я не видел между ними никакой разницы также как министр юстиции не делал разницы между зданием полиции или зданием министерства потому что самое главное что единая команда сможет какие-то реформы провести так что у нас никакого учебника гайдлайна или гайдбука ничего такого не было мы сами очень часто меняли потому что мы там как пробы и ошибки. Есть такое выражение. Вот так и занимались мы нашими реформами. Не только полицейскими, а и другими. По мнению Миробишвили, в вопросе проведения реформ самое решающее первое лицо, потому что он набирает команду. Потому что, когда серьезные реформы делаешь, надо, во-первых, не только набрать хороших людей, но еще надо дать им полномочия и поддерживать. Потому что реформы очень сложные. Потому что против реформ всегда есть выступление, всегда есть процесс. И для политика очень трудно, понимаете, не обращать внимания на какой-то процесс сопротивления. Когда вот 70 тысяч полицейских попали на улицу, все же понимали, что эти люди-противники не будут голосовать за, они против нас. И политический лидер Михаил Саакашвили, когда он принимал решение, когда он поддерживал такую реформу, он сам отлично понимал, что он теряет в будущем какие-то голоса, да? Поэтому политику очень важно принять такое важное решение насчет своего рейтинга, насчет будущих каких-то дивидендов и пройти и добиться реформ. Сами по себе реформы не обязательно приносят рейтинг, поэтому не надо бояться, надо гордиться, что тебе выпала возможность добиться таких успехов. Вот, наверное, потому и Михаил Саакашвили добивается таких успехов и у вас в Украине, потому что у него имидж такого человека, который может. У него есть воля, у него есть сила, знания и практика, чтобы добиться серьезных реформ. Напомним, ранее глава исполкома реформы, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что всю Украину можно реформировать за 100 дней. «Я думаю, что вообще всю Украину можно реформировать максимум за 100 дней», заявил он в ответ на вопрос, сколько времени, по его мнению, нужно, чтобы изменить систему. Он уточнил, что за 100 дней можно создать необходимую для реформ законодательную базу. Экс-президент Грузии и действующий глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили выступил за упразднение украинского конституционного суда и предложил поставить на референдум вопрос о его отмене и создании Конституционной палаты Верховного суда. «Конституционный суд в теперешней форме вообще не нужен. Мы предлагаем вынести на референдум вопрос упразднения нынешнего Конституционного суда и создания Конституционной палаты в Верховном суде Украины», — сказал он в видеопрезентации предлагаемых изменений в судебной системе Украины, размещенной на его странице в Facebook. Также политик предложил упразднить контролирующие судебные органы, Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей, и Государственную судебную администрацию. Вместо них Саакашвили считает необходимым учредить единый орган судебного контроля. Как будет называться Саакашвили не сказал, но функции этого органа заключаются в следующем — отбор и повторное заверение судей, обзор дисциплинарных жалоб против судей, мониторинг судебной целостности и логистика для судебной системы. В то же время концепция предусматривает выезд Высшего административного суда, где граждане будут обращаться по поводу государственных органов, а также Высший антикоррупционный суд, Верховный суд по интеллектуальной собственности. Вместо сегодняшнего количества судов, которых 764, хотят оставить 200, с упрощенным доступом и прозрачными процедурами, а также провести прозрачные и честные конкурсы, чтобы полностью обеспечить кадрами все суды. Сейчас, по словам Саакашвили, вакантны около 2000 должностей. Мы предлагаем создать совершенно другую систему судов, убрать административные суды, систему хозяйственных судов, сделать окружные суды. Кроме этого, иметь Высший административный суд, куда граждане будут обращаться по поводу решений государственных органов, Высший антикоррупционный суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, добавил Саакашвили. Очень важная инициатива президента Зеленского – государство в смартфоне, а мы еще предлагаем суды в смартфоне. Мы сможем решать онлайн важные судебные дела. Мы должны резко расширить систему арбитража, практически создать альтернативную систему правосудия в полном объеме и решать через медиацию, через арбитраж важные дела. Проект «Киев-Сити» – это пилотный проект Зеленского, который позволит использовать английское право, и дальше мы сможем распространить его на всю страну. Нам нужен маленький суперсуд, фамилии судей которого знает вся страна, которых будут тщательно отбирать и контролировать, и который будет формировать судебную практику. Очевидно, имеется в виду Верховный суд. Я уверен, что Украина жаждет судебной реформы, закончил Саакашвили свой доклад. Стоит отметить, что некоторые из высказанных предложений уже звучали из уст представителей новой власти и президента Зеленского. Так, представитель Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Венеславский ранее публично высказывал мнение, что для ликвидации Конституционного суда нужно провести всеукраинский референдум. О том, что некоторые споры можно решать онлайн и создать онлайн-суды, ранее говорила на тот момент глава Комитета ВР по вопросам правовой политики, а ныне генпрокурор Ирина Венедиктова. А министр юстиции Денис Малюсько постоянно повторяет, что нужно работать над альтернативой государственной системе судов. Соответствующие законопроекты, к примеру, об административной процедуре уже зарегистрированы в Раде. Таким образом, пока не ясно, что из концепции Саакашвили может стать реальностью в виде конкретного законопроекта. Напомним ранее, в интервью журналиста Михаил Саакашвили жестко раскритиковал представителей судебной власти, сказав, что они с жиру бесятся. «Я еще не встречал людей, которые были бы довольны судебной системой в Украине», отметил Саакашвили, назвав саму систему недореформированной и парализованной, которая не дает людям справедливости. Он также добавил, что сама себя система не поменяет, поэтому сейчас нужно создать общественную коалицию вокруг президента и парламента с конкретной целью – полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу. В начале июля исполком Нацсовета реформ уже начал подготовку предложений по судебной реформе. По словам Саакашвили, Владимир Зеленский поручил к следующему заседанию Нацсовета реформ подготовить фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Власти намерены ввести концепцию, которая фундаментально отличается от нынешнего состояния судебной реформы в Украине. При этом Саакашвили отметил, что президент в этом вопросе очень радикально настроен. Глава Верховного суда Валентина Данишевская в ответ на заявление Саакашвили сказала, что кроме лозунгов о революционных изменениях ничего конкретного не слышит. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ 7 мая. За несколько недель до этого он сообщал, что глава государства предложил ему должность вице-премьера по реформам, однако в Раде не удалось собрать необходимое количество голосов за его назначение. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.